МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Россия, Вести Татарстан, в студии Лилия Галимова. И вот какие новости корреспонденты Вестей подготовили сегодня. Круг. Это было последнее слово пилота, о чем говорил экипаж. И какие самолеты могут запретить. За вами следят. В городе усилены миробезопасности. О всех подозрительных лицах просят сообщать в полицию. Просто спасение. Систему 112 испытывает государственная комиссия. Что теперь поменяется? Капитальное дело. В Казани задержали Сигала, как первый вице-президент опоры России, связан с материнским капиталом. Встреча лицеистов. Где и для чего собрали 700 учащихся в колледже. Найдена речевая капсула бортового самописца «Боинга». Ее обнаружили под обломками самолета. Что там станет известно после проверки в Международном авиационном комитете? Известно лишь, что последним словом пилота было «круг». Инна Данилова с подробностями. Речевая капсула самописца рухнувшего самолета найдена. Эта новость с пометкой «Срочно» появилась сегодня в половине третьего дня. В капсуле сохранилась и запись переговоров экипажа, сообщили журналистам в Межгосударственном авиационном комитете. Сейчас самописец находится в Москве на расшифровке. Накануне в аэропорту был также найден еще один параметрический самописец. Его сейчас также изучают эксперты МАК. А в Казани работают судмедэксперты. На четвертые сутки после трагедии исследовано около 95% останков. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана, на утро 20 ноября кровь на диентический анализ дали 49 из 50 родственников погибших. Идентификация всех фрагментов тел займет около трех недель. В настоящее время следователи продолжают собирать информацию для установления всех обстоятельств крушения самолета и назначения технической экспертизы, которая и даст окончательный ответ о причинах трагедии. Сегодня продолжается осмотр места происшествия, которое проводится с участием специалистов МАК. Уже получены заключения четырех из назначенных молекулярно-генетических экспертиз и по их результатам идентифицированы останки четверых погибших. В ближайшее время в России могут на законодательном уровне запретить покупку поддержанных самолетов. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывают. Информация об этом идет со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы по промышленности, вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева. Самолета, который потерпел крушение в Казани, было 23 года. К компровизированному мемориалу около второго терминала аэропорта люди по-прежнему продолжают нести цветы и мягкие игрушки, зажигать свечи. Я на командировку заехал в Казань. Думаю, заехать почтить память погибшим. Потому что три года назад из Чебоксара тоже один наш человек погиб. В боевой катастрофе тоже Боинг 733 был. Это горе ничем не сравнимое. Страшная смерть. Дай Бог силы и здоровья тем, кто потерял своих детей, жен, мужей. Когда случилось это, мы все плакали у экрана. Для всех, кто пришел к мемориалу, это не чужая беда, хотя среди погибших и нет их родственников. Инна Данилова, Адель Миндубаев, Вести, Татарстан. Как стало известно несколько минут назад, в Государственную Думу все-таки внесен законопроект о запрете эксплуатации пассажирских самолетов старше 20 лет. В случае принятия закона предстоит вывезти из авиапарков суда зарубежных компаний, имеющих стаж в два десятилетия. Вот и чуть больше часа назад в аэропорту к журналистам вышли представители Следственного комитета. Следствие исключает версию теракта и называет две основные причины. Это ошибка пилотов и техническая неисправность судна. Часть самолета ушла под землю. Пришлось углубляться около двух метров, искать обломки, в том числе и под землей. Всего с места происшествия изъято более тысячи фрагментов. Кассета получила определенные повреждения. Следствием в настоящее время изучены переговоры пилотов и диспетчеров. То есть я могу сказать, что эти переговоры носили штатный характер до того, как пилот сообщил о непосадочном положении самолета. Далее диспетчер дал команду заходить на второй круг, и последними словами пилота было слово «круг». Дальше нет переговоров, а через 20 секунд с небольшим произошло уже крушение самолета. Также стало известно, что в Казань прибудет комиссия Генеральной прокуратуры для проверки обеспечения безопасности полетов. В целом же в республике усилены меры безопасности. В Казанском метро, торговых центрах, на улицах дежурит полиция. К вниманию призывают и граждан. В случае, если вы заметили сомнительных лиц, сообщайте в 02. Екатерина Белалова с подробностями. Мы производим видеонаблюдение пассажиропотока на станции Казань. Круглосуточно больше сотни камер наблюдают за происходящим, следят за пассажирами и полицейских. В эти дни стало в два раза больше. Часть работает в гражданской форме. Среди сотрудников вокзала провели дополнительный инструктаж. Такое усиление работы по обеспечению безопасности граждан поручение президента Татарстана. Рустам Иниханов заявил об этом в воскресенье на заседании Республиканской антитеррористической комиссии. В связи с этим накануне в мэрии начальник управления МВД Показани Валерий Красильников сообщил, какие меры предпринимают. Вокзалы, рынки, аэропорт патрулируют сотрудники правоохранительных органов. С самого утра в вагонах на перроне на досмотре дежурят наряды. Некоторых горожан проверяют с головы до ног, а содержимое сумок тщательно исследует сканер. Ну почти всех стали пропускать через автомат проверки со вчерашнего дня. Я каждый день утром туда и вечером обратно езжу. Да, и проверять стали. Иногда документы тоже смотрят. Также подземку регулярно обходят кинологи. Но все же основная ставка на техническое оснащение. Здесь работают рамки, сканеры для персонального просмотра и даже есть контейнер для хранения подозрительных предметов. С учетом того, что в июле этого года прошла универсиада, требования были очень высокие. Сегодня Казанское метро, Казанская подземка, значит, оснащение на уровне 79% это самый высокий показатель по метрополитенам России. Также усилен патруль на улицах. В набережных Челнах раздают и развешивают памятки для населения. Информацию о предметах, действиях или лицах, вызывающих подозрения, следует сообщать по телефону 291-35-28, 231-45-55 или 02. Екатерина Белалова, Ильнар Хабибуллин, Вести, Татарстан. В Казани сегодня начались испытания экстренной службы 112. Как только она начнет работать на территории республики официально, за невыезды или задержку вызова придется отвечать. Ежедневно в 112 принимает около 5000 звонков. Дежурит оператор, который знает английский, немецкий и французский. Позвонить можно с мобильного стационарного телефона и отправить смс. Оператор экстренной службы сам решит, кого вызывать и заполнить электронную карточку. Еще летом диспетчеры этих служб жаловались, что им приходилось выполнять двойную работу, перенося данные с программой 112 в свою. Теперь эту проблему решили. Адвокат Павла Сигала сегодня рассказывал журналистам о невиновности своего подзащитного. Напомню, его задержали по подозрению в многомиллиардной афере с материнским капиталом. Вице-президент опоры России забрали из собственного дома в Казани и доставили в Москву. За развитием этой истории следила Василя Хузина. В алкогольном порядке здесь, в общей сложности, начиная с буквы, местами перепутанных. Это печати из офиса подозреваемого. Полицейские ведут обыск и изумают документы и жесткие диски. Павел Сигал руководит управляющей компанией Центр микрофинансирования и является учредителем около 400 коммерческих фирм по всей стране. Следствие считает его организатором схемы по махинациям с материнским капиталом. По данным МВД, участники группы собирали информацию о неблагополучных семьях, обращались к женщинам, которые остро нуждались в деньгах, страдали алкоголизмом или психическими расстройствами, предлагали обналичить их сертификаты. От имени подконтрольного юридического лица, вводя женщин в заблуждение, с ними заключались договоры целевого займа, по которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном покупали малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания. Таким образом группа присвоила более 10 миллиардов рублей, считают следователи. Павла Сигала задержали в Татарстане. В это же время арестовали еще восьмерых фигурантов дела в других регионах страны. В Пермском, Ставропольском крае, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Операция происходила одновременно. В ней участвовали более 800 полицейских. Сегодня адвокат подозреваемого провел в Казани брифинг. Заявил, его подопечного задержали по старым уголовным делам. Проверка по которым уже происходила и ничего не дала. Мы не признаем никаких инкриминированных преступлений по нескольким причинам. Первое, мы их просто до настоящего момента уже на протяжении почти двух лет просто не слышим. Во-вторых, те факты, которые излагаются в рамках тех процессуальных документов, которые мы увидели за последние несколько дней, они уже были в свое время проверены, изучены следствием и не нашли как такового своего подтверждения. Накануне Павла Сигала доставили в Москву, а сегодня Тверской суд столицы должен был избрать ему меру пресечения. Обвиняемая сторона ходатайствовала о заключении под стражу. Но заседание перенесли. Судья ждет справок о здоровье обвиняемого. Новое слушание пройдет через два дня. Василия Хузина, Рустам Садреев, Вести, Татарстан. Теперь официальная хроника. С руководителем Россотрудничества Константином Косачевым и председателем комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турецкой республики Валканом Базгыров встретился сегодня президент Татарстана Рустам Мениханов. Он поблагодарил за выбор Казани в качестве площадки для проведения российско-турецкого форума общественности. Одна из главных целей форума – создание некой площадки для лидеров гражданского общества обеих стран. Одна из крупнейших мировых компаний по производству высокотехнологичного оборудования будет сотрудничать с Лузами Татарстана, готовить и студентов, и преподавателей. Об этом договорились сегодня президент Татарстана Рустам Мениханов и президент компании «Сименс» в России Дитрих Мюллер. Он заявил, что республика привлекательна для инвестиций регион. В завершении встречи подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и Казанским государственным энергетическим университетом. Сегодня в присутствии Рустама Мениханова подписали меморандум о намерениях между генерирующей компанией и комплексными энергетическими системами. Он предполагает работу по развитию электроэнергетической инфраструктуры в регионах. Сегодня в Казани состоялась отчетная конференция Федерации волейбола Татарстана во главе с президентом организации Фаридом Мухамеджиным. На повестке не оставило обсуждения успехов в этом виде спорта за минувший год. Встретился Фарид Мухамеджиный с главами муниципалитетов. Председатель Госсовета рассказал о тенденциях развития республики, полномочиях власти и призывал местных чиновников активнее проявлять законодательную инициативу. А в завершении лекции ответил на вопросы. Премьер-министр принял участие в открытии российско-турецкого форума. В Казани собрались больше ста представителей академических и деловых кругов, деятелей культуры, руководителей крупных организаций. Некоторые уже давно реализуют проекты на территории республики. Общие объемы инвестиций Турции в Татарстан – полтора миллиарда долларов. Сейчас впереди прогноз погоды на завтра, после чего мы вновь вернемся в студию Вестей. Не переключайтесь. Парад тупленок открыт! Скидка 50%. Пуховик в подарок. Рассрочка на 24 месяца. Ламур. Геморрой. Профессиональная диагностика и лечение. 555-6-555. 21 ноября в Татарстане переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура ночью 2,7 мороза, днем минус 1, плюс 2 градуса. В магнитном поле Земли заметных возмущений не будет. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50-55%. Крисида. Место для покупки кожи и меха. Торговый центр «Эксель» и «Модная семья». В инвесторгбанке ставки по вкладам греют до 10,5% годовых. Плед в подарок. 8 800 200 ровно 45 45. Детей, пострадавших в результате аварии в Альметьевском районе, сегодня выписали из больницы. На минувшей неделе пьяный водитель не справился с управлением, и автобус вылетел в кювет. Квалификацию водителя детских автобусов обсудили сегодня на совещании в кабинете министров. Контроль за состоянием водителей и наличием связи системы ГЛОНАСС усилят, а за нарушение будут наказывать жестче, заявил глава ГИБДД Республики Ревкат Миниханов. Детским автобусам запретят ночные перевозки и установят на них ограничители скорости. Оборудование установлено в порядке ремня безопасности, с обязательной установкой знаков перевозки детей, а также, я хотел бы добавить, это касается и школьных автобусов, сегодня их, к сожалению, нет, видеорегистраторами. Автобусы классы М1 и М2 допускают перевозки детей только при наличии механизма ограничения скорости 60 км в час. По каждому факту межспальных и международных перевозок групп детей за благовременно, не позднее, чем за три дня, уведомленные от территориальных органов ГИБДД предоставляют автобусы для проверки их технических состояний и направляют водителей для проведения предрейсового инструктажа. Сегодня в Казани прошел бал лицеистов, где говорили о перспективных профессиях. Это не экономисты, юристы, а повара, строители и электрики. Светлана Салманова о непопулярных, но вместе с тем востребованных специальностях. Для Гульшат Софиулиной и ее однокурсников это первые интервью и фото для прессы. На бал лицеистов она попала за пятерки и организаторские способности. Учится в техникуме и собирается стать бухгалтером. Но сегодня про цифры и счеты они с подругами забыли, а косметички и фены достали. Сегодня с утра уже начинаем собираться, прически делаем, макияж, платья. Тут приезжаем такие все нарядные. Готовились не зря. В этом зале выделиться сложно. Тут все лучшие сотни студентов со всей республики. Каждый победитель, спортсмен или отличник. И все они выбрали рабочие профессии. Когда закончил 11 классов, я сказал, мам, пап, я пойду в эту техникуму. И конкретно на повара. Люблю готовить. В этом году бал лицеистов не только для студентов, они скорее зрители. На сцене школьники. Ученики со всей республики написали сочинения о плюсах и минусах рабочих профессий. Гран-при у школьниц из Лениногорского района и Набережных Челнов. Вы показываете по телевизору, значит, престижно, что их показывают, что они нужны. Это элементы того, что популяризируют эти рабочие инженерные профессии среди молодежи, когда они видят, что, как мы говорим, человек труда в почете. Бал лицеистов – еще один способ привлечь молодежь к рабочим специальностям. На рынке труда они сейчас востребованы, судя по полному, залу красивых и талантливых. И популярность набирают. Новые деревья продолжают появляться на улицах Казани в рамках проекта «Зеленый рекорд». Одним из наиболее активных участников экологической акции стала компания «Нафис». В подарок жителям Вахитовского и Приволжского районов она высадила тысячу сосен, лип и рябин. Свой «Зеленый рекорд» компания «Нафис» установила сразу на нескольких казанских улицах. Хадид Акташка, Ленинградская, Сертланова и других. Финальным аккордом стал субботник на улице Карвашева, где и было посажено тысячное дерево в этом сезоне. Экология – это предметное направление деятельности нашей компании. Мы внедряем новые технологии. У нас абсолютно экологически чистое предприятие. А деревья, которые мы сажаем, это наш подарок казанцам, нашему любимому городу. Соглашение об участии в проекте «Зеленый рекорд» с мэрией Казани было подписано в середине октября. Акция переурочена к масштабной экологической программе, реализованной на предприятии. В частности, закрытые производства, выделявшие неприятный запах с суммарным оборотом более 1 миллиарда рублей. Но, как посчитали на предприятии, этого недостаточно. Необходимо укрепить зеленые легкие вокруг. Мы так рады, что на нашей улице теперь такая будет большая зеленая аллея. Тут можно будет и с детьми погулять, и вообще прогуливаться, и воздух свежий. За всеми посаженными деревьями будет обеспечен тщательный уход, так что они обязательно приживутся. Екатерина Сударева, Адельмин Дубаев, Вести, Татарстан. Совсем скоро ударят морозы, и остров встанет вопрос о покупке зимних вещей. Казанские модницы могут приобрести новую шубу на ярмарках меховых изделий. А мужьям волноваться не стоит, обновка не ударит по карману. Цены гораздо ниже, чем в магазинах. Зима уже не за горами, а значит, пора идти за шубой. Новые коллекции предлагает выставка продажи «Империя меха». Даже самая капризная покупательница найдет здесь обновку. Особенно интересна новая коллекция норковых изделий от фабрики «Зимние» в сказке «Город Киров». Также большой выбор пушнин различные, шубки из бобра, изнутри. Новая коллекция дубленок и огромный выбор мутоновых шуб. Более трех тысяч шуб и дубленок разного фасона. А выбор меха поражает разнообразием. Норк и енот-песец. Также встречаются и редкие модели, например, из каракуля. Они считаются эксклюзивными. Представлены меховые жилетки и кожаные куртки. Выставка проходит во Дворце спорта. Она продлится до 24 ноября. Екатерина Сударева, Наталья Белкина, Равкадзиадинов. Вести. Татарстан. Это все и вести на сегодня. Далее федеральные новости. Телефон редакции 554-3031. Звоните. Берегите себя. Увидимся на канале России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова